Всем привет! Меня зовут Амалия. Недавно на своем телеграм-канале я спросила у вас, хотели бы вы увидеть видео про моих животных. Единогласно вы ответили «да», поэтому я снимаю для вас это видео. Видео будет разделено на три части, так как у меня 10 животных. Первое будет про моих домашних собак, второе про уличных собак и про котов, и третье про моих питомцев-крысок и про попугаев моего брата. Поэтому, если вам интересна эта тема, вы можете перейти на канал, наверное, эти части уже вышли. Это Даша. Она самая старшая собака в нашем доме. В этом году ей исполнится уже 10 лет. Сейчас на экране вы видите ее детские фотки. Она выглядит очень мило, нелепо. Кстати, вот здесь вы можете увидеть еще и меня. В детстве я тоже выгляжу довольно растрепанно и смешно. Даша на породе это пекинес. Раньше их заводили императоры, и Даша полностью соответствует по своему характеру императорской собаке. Она очень умная и спокойная, но иногда чересчур упрямая. В таких случаях мы называем ее Дарья Сергеевна. У меня есть подруга Дарья Сергеевна, и она часто шутит по поводу нашей собаки и себя. Даша очень не любит купаться, хотя само купание она переносит довольно спокойно, но потом еще полдня ходит и обижается. Дальше вы увидите, как мы ее купали. Больше всего на свете Даша любит ловить жаб и ежиков, особенно летом. Она часто выходит в огород и может около двух часов просто без остановки лает на какую-нибудь жабу или ежика, которого она найдет. Дашина любимая еда это вареные яйца. За них она готова на что угодно. Кстати, однажды Даша выкормила котенка, оставшегося без мамы. После этого мы называли его котопсом. У Даши очень много шерсти, поэтому ее приходится часто вычесывать, а летом мы бреем ее на лысо. Кстати, времени на то, чтобы помыть Дашу, уходит больше, чем на двух других собак вместе взятых. Вот тут вы можете наблюдать, как Даша обижается. Следующий наш питомец это Татошка. Татошкина порода это той терьер, в доме он появился по счету вторым, ему почти 7 лет на данный момент. Как вы можете увидеть на первой фотке, у него очень долго не вставали ушки, поэтому его никто не хотел брать, и к нам он попал не совсем маленьким щенком. Самый лучший друг Татошки это мой брат. Татошка очень верный и беспокойный, как все маленькие собачки. Еще он очень любит облизывать людей, но только тех, которые ему знакомы. Незнакомцев же Татошка не терпит, он очень много лает и иногда может даже укусить. Например, моего молодого человека Татошка недолюбливает и часто кусает, хотя мой молодой человек ходит к нам уже довольно долгое время в гости, но Татошка все никак его не признает. У Татошки очень короткая шерстка, поэтому зимой он обычно сидит дома, а летом он любит погулять, ему не страшна никакая жара. Татошка единственный мальчик-питомец, который живет в доме. Несмотря на это, Татошка очень любит помечать все в доме, даже после того, как его ругали не один раз. Кстати, у Татошки есть две дочери, одна от нашей Даши, а другая от соседской собачки. Хочу сделать небольшую паузу и рассказать вам про одного человека. Ее зовут Даша, ей 12 лет, она еще недавно начала вести свой ютуб-канал, у нее пока что только одно видео, но она планирует дальше развивать свой канал и радовать вас новым контентом. Она очень творческий человек, на ее канале будут выходить различные распаковки, видео с идеями для подарков, также влоги, поэтому я думаю, что вам будет это интересно. Если вас заинтересовала Даша, вы можете найти ссылку на ее канал в описании. Я думаю, подписаться на канал и поставить лайк не так сложно, но зато вы порадуете Дашу и, возможно, она вам понравится, вы будете продолжать следить за ее контентом и она будет вам полезна. Ну а я желаю Даше успеха, давайте продолжим. Это булочка, самая милая и самая злобная собака в нашем доме. Булочка дочь Даши и Татошки, поэтому у нее нет какой-то определенной породы. Булочка родилась в нашем доме утром 24 февраля. Здесь я как раз ставлю ее праздничную фотографию, ей здесь, конечно, не ноль годиков, но она выглядит все равно очень смешно и мило. Булочка, пожалуй, самая любимая собака, хоть ей и 6 лет, выглядит она как щеночек и все хотят ее потрогать. В семье есть только один человек, которого булочка никогда не кусала, это мой папа. К маме она относится терпимо. Мы же с братом часто получаем от нее парочку укусов, потому что мы не можем пройти мимо нее и не погладить булочку. У булочки очень изменчивое настроение, она может радоваться тебе, а буквально через минуту укусить. Она часто огрызается, кусается, рычит, но мы все равно ее любим и всем хочется ее гладить и трогать. Вот здесь можете посмотреть, как булочка купается и смешно сидит в полотенце, она тоже не сильно любит купание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В целом на этом все. Если это видео было вам интересно, вы можете поставить лайк, подписаться на канал. Также можете зайти в мой телеграм-канал, ссылку я оставлю в описании. Там также часто выходит много всего интересного. Я думаю, что мы увидимся уже совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok